Добрый день, дорогие друзья! С вами Алёна Ковальчук с очередным выпуском видеоблога. И сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить ссорам, потому что на прошлой неделе мне позвонило несколько друзей и задали разные вопросы по отношениям и по тому, как преодолевать какие-то сложные моменты в отношениях. И я всем рассказала одну и ту же историю, привела один и тот же образ. И когда в моей жизни происходят такие ситуации, такие события, я начинаю думать, что это какой-то знак. И решила снять выпуск на эту тему. И дать вам этот образ, чтобы в сложные моменты он помогал вам избежать, может быть, лишнего напряжения, лишнего накала страстей и приводил бы вас к большему взаимопониманию в отношениях. Но прежде чем перейти к этому, я хотела бы сказать, что я считаю коммуникацией важнейшим элементом успешных отношений. Причем отношений не только личных, но и любых. И даже мой кумир, один из кумиров Тони Робинсон, тоже подчеркивает важность и говорит, что один из важнейших признаков успешных людей – это чрезвычайная коммуникативная точность. То есть есть люди, которые умеют очень точно передавать мысли словами, и их слова имеют глубокое воздействие на людей. И наверняка в вашей жизни тоже были люди, чьи слова оказали очень серьезное воздействие на вас. И вот эта коммуникативная точность – это то, что непременно нужно развивать в жизни, потому что от этого зависит успех в очень многих областях жизни. И для того, чтобы развивать что угодно, нам, конечно же, нужно тренироваться, и, конечно же, нам нужно иметь возможность совершать ошибки. И поэтому я в любом случае за то, чтобы вы обсуждали то, что беспокоит вас в отношениях. То есть лучше поговорить хоть как-нибудь, чем молчать и накапливать обиды, недовольство, раздражение, потому что это точно не пойдет на пользу отношениям. И, в принципе, для меня, например, самая страшная вещь в отношениях – это не их разрыв, а это когда люди начинают жить параллельными жизнями, когда они становятся чужими друг к другу, просто живут под одной крышей. И вот эта холодность, отдаленность, отдельность в отношениях, она почему-то больше всего вызывает какое-то страдание в моем сердце. То есть мне кажется, что иногда, может быть, лучше завершить отношения, чем продолжать те отношения, которые больше не являются отношениями по своей сути. Поэтому с этой точки зрения коммуникации очень-очень важны. Мы не можем достичь глубокого доверия, близости, глубины в отношениях, если мы не обсуждаем то, что нас беспокоит. Но в то же время я считаю, что иногда люди бездумно используют такую вещь, как ссоры. И в связи с этим я хотела бы привести вам два образа, рассказать про два образа. И первый образ я взяла из фильма «Тысяча слов». Это фильм, в котором достаточно болтливый агент сталкивается с гуру, который на день рождения делает ему подарок. Он дарит ему дерево, с которого падает листик каждый раз, когда этот человек говорит слово. И когда последний листик упадет с этого дерева, он умрет. И вот этот вот болтливый агент начинает очень тщательно выбирать слова, он начинает очень задумываться о том, когда и для чего использовать слова, а когда этого делать не стоит. И вот такая ситуация, которая заставила его серьезнейшим образом задуматься о смысле тех слов и о причине, по которой он использует слова, она полностью изменила его жизнь. Вот мне кажется, что точно так же наша жизнь бы очень изменилась, особенно наши отношения, если бы мы представили, что точно такое же дерево есть у наших отношений, и каждый раз, когда мы ссоримся, с этого дерева падает листик. И у этого дерева ограниченное количество листьев. И когда упадет последний листик, наши отношения закончатся. И еще мы не знаем, сколько листьев на этом дереве. Может быть, их тысяча, может быть, их сто, может быть, их всего десять. Мы не знаем, сколько листьев на этом дереве. Но мы знаем точно одно, что каждый раз, когда мы ссоримся, с этого дерева падает один листик. И поэтому, когда у вас возникает желание пойти на какой-то конфликт, может быть, достаточно сильное желание, подумайте о том, стоит ли это листик с вашего дерева. Потому что далеко не все ссоры этого стоят. Далеко не все поводы должны перерастать вот в такое выяснение отношений. И если мы будем иметь этот образ в голове, то мы совершенно точно начнем более осознанно относиться к тому, где нужно провоцировать конфликт, а где нет. И я хочу подчеркнуть, что я считаю, что конфликты – это не есть зло. И может быть, я даже сниму отдельный выпуск про то, как конфликт использовать для того, чтобы создавать еще больше гармонии в ваших отношениях. Я считаю, что в отношениях очень важна честность, в отношениях очень важно высказываться. Но есть очень важные вещи, то, ради чего на самом деле стоит идти на конфликт. А есть просто наше эго, просто наше стремление изменить другого или получить тот результат, который я хочу получить. И нужно чувствовать разницу. И вот мне кажется, что такой образ с деревом, который теряет листики каждый раз, когда мы ссоримся, он может помочь нам стать более осознанными в том, когда это стоит делать и когда нет. И второй образ, который тоже я взяла из книг Гиппенрейтер, она в основном пишет про воспитание детей, я очень люблю, очень люблю ее книги, но этот образ, он применим к любым отношениям. И образ заключается в том, что есть стакан отношений. И этот стакан каждый раз, когда мы ссоримся, мы опустошаем. И прежде чем опустошать его снова, мы должны его наполнить. Мы не можем построить любящие глубокие отношения, когда мы начинаем выплескивать содержимое стакана, как только он начал наполняться. И потратив достаточное количество сил на то, чтобы наполнить этот стакан до краев, в любых отношениях, вы тоже, может быть, начнете более обдуманно относиться к тому, какой повод стоит того, чтобы выплескивать то, что вы наполнили, а какой нет. Вот. И я хотела поделиться такими двумя образами с вами. Это дерево, на котором есть ограниченное количество листиков. И каждый раз, когда вы ссоритесь, один листик с этого дерева падает. И второй – это стакан, который вы должны наполнить каждый раз после того, как вы поссорились. И я очень надеюсь, что эти два образа помогут вам находить больше понимания, находить какие-то другие способы разрешения сложных ситуаций в ваших отношениях. Может быть, иногда помогут вам удержаться от того, чтобы провоцировать какой-то конфликт или ссору, там, где на самом деле это можно просто отпустить, это можно просто оставить. И я надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. И если это так, то оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой блог, на мою рассылку. И присылайте ваши новые вопросы, я буду очень рада на них ответить. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok